Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигров! Надеемся, что у всех из вас случились чудесные выходные. Если это так, то в качестве вишенки на торте выступим мы с игровыми новостями. Но если же по каким-то причинам уикенд не задался, тоже невелика беда. Нам определенно есть и будет чем поднять ваш боевой дух. Впереди вас ждет много информации о грядущих релизах, камбэке забытой классики, анонс нового российского сервиса по продаже игр и пасхалки в мерче от Blizzard. Поскорее заваривайте чайный гриб и не забудьте убедиться, что кнопка с пальцем вверх прожата как следует. Подписка оформлена, а колокол звенит не переставая. Ну и конечно не забывайте присоединяться к нам в наших соцсетях, ссылки на них вы найдете в описании и первом комментарии под видео. Ну что ж, погнали наконец разбираться, что же нынче творится в игровой индустрии, кто на сей раз виноват и что со всем этим делать. Поклонники Days Gone обратились к компании Sony с просьбой выпустить продолжение. Соответствующего содержания петицию, адресованную напрямую к издателю экшена в открытом мире, уже подписали ни много ни мало 200 тысяч поклонников игры, и количество подписей продолжает стремительно расти. Вероятно, не стоит отрицать тот факт, что игра таки прошла проверку временем и обросла преданным фан-комьюнити, до сих пор увлеченным постапокалиптическим миром игры. Хотя изначально складывалось впечатление, что проект от Band Studio особой популярности у геймеров не снискал. И пусть достижение необходимого числа подписей не гарантирует сколь-либо скорого анонса сиквела, все же есть шансы, что издатель-разработчик обратят на инициативу поклонников внимание и сделают определенные выводы. Поживем, как говорится, увидим. А вот любителям Blast of Mas 2 ничего даже подписывать не нужно. Игру официально анонсировали аж в 2021 году. Накануне же проект получил релизное окно. Оказалось, что вновь окунуться в этот мрачный омут с головой можно будет уже в конце лета этого года. Вместе с датой выпуска был представлен новый трейлер, демонстрирующий мрачные красоты неизведанного мира, полного смертельных опасностей и загадок, жутких боссов, которых игроку предстоит превозмочь, а также особенности игрового процесса и динамику сражений. В общем, скучать в Blast of Mas 2 явно будет некогда. Для русскоговорящей аудитории платформера есть еще одна добрая весть. Поддержка великого и могучего в игре будет, правда, в виде текстовой локализации, но все же. В списке актуальных платформ значатся ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Поступила свежая информация о втором сезоне сериала The Last of Us. Актриса Белла Рамзи, играющая Элли, поделилась, что съемки второго сезона стартуют уже этой осенью. Мол, отмашку все кому надо уже дали, но вот запланированной даты выхода пока еще нет. Правда, учитывая, каким успехом стала экранизация, думаю, можно смело предполагать, что студия HBO с релизом не решит сильно затягивать, и выход продолжения состоится уже в грядущем году. На наш субъективный взгляд это было бы максимально логично. Кроме того, шоураннер Крейг Мазин недавно уже подтвердил, что сериал вряд ли ограничится всего двумя сезонами. Не успели поклонники мясных шутеров как следует порадоваться свежему релизу Dead Island 2, как их тут же застал врасплох неприятный казус. Игра, к удивлению большинства, оказалась оснащена печально известной защитой Denuvo, о чем онлайн-сервис Epic Games Store предупредить не решился. Игроки с завидной регулярностью жалуются на нестабильную работу игр с этой самой Denuvo на борту, поэтому многие, купившие игру и узнавшие об этом постфактум, пришли натурально в ярость. Тут, наверное, не лишним было бы отметить, что сервис Steam обычно предупреждает геймеров о Denuvo при наличии таковой в игре. Только вот сиквел зомби-рубильни в Steam на сей раз не завезли, на ПК игра является эксклюзивом EGS. Аккуратно накануне релиза Dead Island студия Techland, разработчики серии Dying Light и, к слову, оригинальной первой части Dead Island, решили основательно подрихтовать боевую систему своей последней игры. Посему было представлено обновление Cut Feeling для Dying Light 2. Его задача значительно улучшить физику расчленения врагов и разнообразить модификации снаряжения. Таким образом, веселье отрубилого жадных до человеческой плоти мертвецов станет в разы больше. Ну или, как минимум, все это будет просто не хуже, чем в вышеупомянутом Мертвом острове. На момент выхода новостей обновление, вероятно, уже доступно для загрузки. Призываем всех неравнодушных пойти и проверить, как оно там, веселее. Ну и мы, наверное, тоже проверим. Может быть. А еще с его выходом разработчики запускают специальное событие Pilgrim Outpost, с помощью которого игроки получат возможность отслеживать события сообщества и получать некие специальные награды. Но не только свежее обновление вновь пробудило интерес к зомби-шутеру от поляков. Ведущий дизайнер Dying Light 2 Тимон Смектала решил поинтересоваться у поклонников, за кого бы они больше всего хотели сыграть в гипотетическом триквеле. Сделал это разработчик в своем твиттер-аккаунте, отметив, что это не анонс Dying Light 3. По результатам голосования в топе оказался аген G.R.E., а Пилигрим, коим является главный герой сиквела, получил меньше всего голосов. Варианты ночной беглец и выживший оказались где-то посередине. Как знать, возможно уже сейчас студия на низком старте, но уже начинает ранний этап работы над продолжением. Или же в этот раз придется потерпеть чуть подольше, ведь известно, что прямо сейчас Techland занята работой над неким проектом в фантазийном сеттинге. Объединенная компания Video Eldorado представила некий специальный сервис по установке игр для PlayStation и Steam. Если верить описанию, ритейлер не проводит никаких манипуляций самостоятельно, но предлагает приобрести коды пополнения для консолей ПК с подробной инструкцией по их активации. Намерения для создания подобного сервиса были самые благие, а именно помочь геймерам из России покупать видеоигровой контент с учетом ограничений. Таким образом, любой желающий может приобрести коды пополнения для Steam и PS Plus, после чего клиент получает код, ссылку в личный кабинет и инструкции по активации в боте Telegram или WhatsApp. Сервисная поддержка также предусматривается. Однако ритейлер поспешил отметить, что карты оплаты Steam доступны для региона Турции, а консольные для Турции и Польши. Разработчики The Day Before какое-то время назад снова оживились, дав игрокам понять, что многострадальный, и многопользовательский выживач скорее жив, чем… ну, вы поняли. Много чего у игры было не слава богу, пора бы уже сообщить что-нибудь приятное. Получилось ли? Да сказать, честно говоря, все еще сложно. Но настрой у студии серьезный и планы поистине грандиозные. Так, представитель Фантастик пообещал как можно скорее вернуть проект в магазин сервиса Steam, из которого игра была изъята предположительно из-за проблем с правами на IP. На данный момент, если верить разработчикам, большая часть неурядиц позади, и уже ничего не помешает игре увидеть свет в ноябре этого года. Авторы отметили, что намерены провести бета-тестирование в ближайшее время, не забыв добавить, что каждый участник команды усердно работал над игрой, дабы последняя соответствовала самым высоким стандартам качества. Lineage 2 – это легендарная MMORPG с открытым миром, которая вот уже 14 лет выпускается в России. Она продолжает регулярно обновляться и до сих пор сохраняет огромную армию фанатов по всему миру. Версия Legacy является альтернативной, более хардкорной версией игры. Зачем идти именно в версию Legacy? Хардкорность. Даже простой монстр – серьезный противник, так что скучать точно не придется. Социальность. Сложность игры побуждает игроков собираться вместе. В Legacy противники серьезные, и поэтому у вас не получится бахнуть несколько эффектов и в одиночку пойти выносить армию противника. Приходится звать на помощь остальных игроков, что безусловно делает игру веселее. Экономика и торговля. Торговля в Legacy максимально приближена к реальности. Чтобы что-то продать, нужно прервать гринд, отправиться в город, открыть лавку и сесть на трейд в режиме онлайн, как истинный торговец. Благодаря этому, рынок в Legacy – это живой и интересный организм. А с 12 апреля доступно обновление Лизер Труиндс, которое привносит в игру новую межсерверную территорию, эпического босса и жестоких врагов, ящеров, расы Тантар, чьи ряды постоянно растут. А также уникальные элементы экипировки – плащ, венец и даже карманный дракон. Переходи по ссылке в описании и сражайся с Тантарами в Lineage 2 Legacy. Unreal Engine, передовой графический движок авторства Epic Games, продолжает помогать начинающим разработчикам в реализации самых смелых идей и амбиций. Так, например, в Steam появилась страничка Unrecord – шутер от первого лица с реалистичной графикой, созданного на мощностях пятой итерации движка. Игра пока находится в процессе активной разработки, а ее авторы – французские инди-разработчики с лаконичным названием «Драма». Недавно представили свежий геймплейный трейлер ранней версии проекта. Ожидается, что Unrecord предстанет перед игроками в виде глубокой тактики с диалогами, неким сложным моральным выбором, а также инновационными игровыми решениями и уникальной системой стрельбы. А для создания качественного сюжета разработчики берут вдохновение из детективных романов и остросюжетных триллеров. Также проект может выделиться на общем фоне необычной камеры – это когда, как бы странно это ни звучало, игрок с видом от первого лица наблюдает за происходящим не из глаз персонажа, а из видеорегистратора на его груди. Предполагается, что такой смелый подход разнообразит привычный игровой опыт. Ну а разнообразит это опыт, или же окажется еще одной сомнительной задумкой, узнаем, к слову, пока неизвестно когда. Авторы не спешат делиться даты релиза ее целевыми платформами, помимо ПК, очевидно. Однако же активно призывают геймеров добавлять проект в список желаемого. Так что, кто желает, ну, наверное, не стесняйтесь добавить. Если вы вдруг являетесь гордым обладателем Switch, то, вероятно, для вас есть отличные новости. Потому как Horror Five Nights at Freddy's Security Bridge наконец-то доковылял до консоли Nintendo. Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Тем более, что популярный проект для всей семьи можно приобрести в eShop всего за какие-то там 40 вечно зеленых. Ох уж это Nintendo и ее политика ценообразования. Но не будем о грустном. Лучше, пользуясь случаем, напомню, что по серии Five Nights at Freddy's сейчас еще и фильм снимается, если кому-то интересно. Выход у него намечен на 27 октября, а в касте ленты отметились актеры Джордж Хатчерсон, звезда Голодных игр, и Мэтью Лилард, известный по роли в фильме Скуби-Ду. Сейчас в самом разгаре четвертый сезон Overwatch, и компания Blizzard решила подойти к нему с особой серьезностью. В частности, помимо доп-контента, студия объявила об инициативе под названием Defense Matrix, главная задача которой — не оставить никаких шансов нечестным игрокам и читерам. Так что если вы тот самый сторонник не самых честных правил, самое время задуматься о своем поведении. Чтобы было совсем понятно, прямо сейчас усилия миссии и инициативы компания блокирует, вы только вдумайтесь, более 5000 учетных записей в неделю. И это только начало. Defense Matrix вовсю набирает обороты. Как бы то ни было, разработчики не применули напомнить ответственным геймерам незамедлительно сообщать обо всех случаях читерства в игре. Потому что состояние Overwatch 2 зависит от каждого. В то время как Blizzard призывает аудиторию быть бдительными, поклонники Диабло проявляют бдительность по-своему, взявшись за скрупулезное изучение нового мерча к игре. Недавно разработчики выпустили пивные кружки, оформленные в стиле четверки. Самые дотошные фанаты, внимательно исследовав дизайн, усмотрели любопытную деталь. Предполагается, что в сувенире содержится намек на новый класс, ранее не представленный ни в одной из частей серии в качестве игрового. Крышка сувенира содержит ровно шесть символов, пять из которых представляют уже известные игрокам классы, а вот значение шестого дало геймерам простор для догадок и иных спекуляций. Вопрос тут же адресовали напрямую роду Фергюсону, директору франшизы, на что последний дал весьма уклончивый и неоднозначный ответ. Мол, изображенный знак — это символ церкви трех, древнего культа воплощения зла. Тем самым, как бы не подтвердив, но и не опровергнув добавление нового класса в игру. Предполагаем, что завеса тайны спадет 6 июня, в день релиза игры на ПК. Однако, если вы обладатель премиального издания, то сможете выдохнуть еще раньше простых смертных, уже 2 июня. Японские инженеры Sony продолжают выпускать патчи для PlayStation 5. Свежая прошивка, носящая красноречивое название 2301-07200, призвана улучшить производительность и стабильность системного программного обеспечения. Также изменения коснулись стабильности работы контроллера DualSense Edge и системы обмена сообщениями. Напомню, что аккурат в мае месяце компания также выпустила важное обновление для консоли, оснастив ее поддержкой сервиса Discord и динамической частотой обновления экрана. Издание Sky News сообщило о планах Microsoft провести специальную презентацию своих проектов в ни много ни мало аж самой резиденции премьер-министра Великобритании. Мероприятие запланировано на 23 апреля и предполагается, что в тот же день антимонопольный комитет вынесет окончательное решение по сделке между студией и компанией Activision Blizzard. В комитете уточнили, что в случае объединения компаний-гигантов не видят оснований для беспокойства за конкуренцию на рынке, а потому шансы на одобрение сделки достаточно высоки. В Microsoft к подобному заявлению ожидаемо отнеслись с глубоким пиететом, и как бы там в Sony не возмущались, вероятно ничто уже не сможет воспрепятствовать долгожданному слиянию. Компания Ubisoft прямо сейчас продолжает тестировать свой амбициозный мультиплеерный боевик X-Defined. Бета-тест, к слову, должен завершиться уже сегодня, то есть 23 апреля. И студия заявила, что шутер, которому сейчас приковано пристальное внимание, получит активную многолетнюю поддержку. Что-что, это только нам показалось. Где-то вдалеке эхом отозвалась путешествие длиной в 10 лет с едва заметными отголосками некий Хэндом и Marvel's Avengers. Да нет, наверное, все же почудилось что-то. В конце концов, речь же о Ubisoft, компании, которая слов на ветер не бросает. Представители студий заверяют, что новые сезоны в X-Defined будут выходить раз в три месяца, а в каждом крупном апдейте нас ждут обновления персонажей, карт, пушек, разного рода новая косметика и ивенты. Кроме того, не обойдутся игроки и бесплатных боевых пропусков. Однако же Ubisoft обещает, что предметов, влияющие на игровой процесс, в нем содержаться не будет. Alde тут? Если да, то поздравляю, для Postal 2 вышло увесистое обновление. Знаменитой игре исполнилось 20 лет, и по этой причине разработчики из Running With Scissors интегрировали в игру массу фиксов и модов, среди которых стоит выделить популярную модификацию X-Patch, призванную внести массу визуальных исправлений, сбалансировать оружие, а также использовать знаменитый кошачий глушитель на большем количестве доступных в игре стволов. Помимо прочего, в Steam-версии было восстановлено первоначальное количество крови, а аддон Paradise Lost получил новый игровой режим — две недели в раю. Но, пожалуй, самое главное и замечательное — разработчики добавили так называемый классический режим, позволяющий играть в Postal ровно в том его виде, как мы с вами это делали в бородатом 2003-м. Изменением подверглось разве что разрешение экрана, оно таки будет на уровне 2023-го, то есть высокое. Так что советуем всем без исключения, как только досмотрите это видео до конца, двинуть прямиком в Steam, дабы вместе с нами пустить скупую мужскую слезу, или женскую. Да и петиция ведь сама себя не подпишет, ну, вы понимаете. Первое дополнение к хваленому приключению от Sony проходится не сказать, чтобы долго — около четырех часов. А потому многие рецензенты и авторы игровых изданий уже вовсю публикуют свои мнения о DLC. Оценки Burning Shores оказались предсказуемо высокими — в среднем в районе 80%. Журналисты отмечают восхитительную графику, выгодно выделяющуюся на текущем поколении консолей. Наличие интересных персонажей — качественную историю в целом. Но не обошлось в игре и без недостатков. Таковыми критики считают битвы с боссами и отсутствие значительных нововведений в геймплее. Мы дополнения еще не прошли, поэтому будем крайне рады, если вы, дорогие подписчики и зрители, поделитесь своим мнением в комментариях. Мы это очень и очень ценим. В октябре прошлого года компания Electronic Arts поступила неожиданно щедро, сделав базовую версию своего непотопляемого хита на Sims 4 абсолютно бесплатной без каких-либо оговорок. Благодаря чему симулятор жизни, вышедший аж в 2014 году, обрел второе дыхание. С момента перехода на условно-бесплатные рельсы в игру хлынуло свыше 16 миллионов новых игроков, а среднее еженедельное количество играющих увеличилось более чем на 50%. Результаты без преувеличения внушительны для EA, особенно если учесть и тот факт, что с ростом желающих сыграть в базовую версию игры, компания получила ожидаемый приток и среди тех, кто готов пожертвовать длинным рублем в каталоге с платными дополнениями. Главное, чтобы в итоге всем было хорошо. Польская студия CD Projekt не оставляет попыток привести Cyberpunk 2077 к какому бы то ни было играбельному состоянию, но получается это часто с переменным успехом. Однако упорству студии можно только позавидовать. Например, крайнее обновление Overdrive Mod, похоже, вновь поломало игру. Игроки не переставали жаловаться на участившиеся вылитые баги, которых раньше вообще-то не было. Разработчики тут же подсуетились, выдав на суд раздосадованных геймеров очередной патч, призванный исправить возникшее недоразумение. По словам разработчиков, Фикс исправляет проблему с вылитами на ПК. Однако тут же поспешили предупредить, что он также может повлиять на работоспособность некоторых модификаций. Опять 25 Международная организация «Красный Крест» обратилась с инициативой геймерам, играющим в онлайн-шутеры. Комитет убедительно попросил игроков соблюдать правила войны и не совершать военных преступлений во время сеансов Call of Duty, PUBG или, например, Rainbow Six. По мнению организации, то, как геймеры уничтожают противников в играх, имеет прямое отношение к реальным боевым действиям на полях сражений. А потому этика — это важно, даже если совершение некоторых подобных действий в игре гарантированно ведет к проигрышу. Сообщается, что в рамках инициативы, имеющей название «Игра по правилам», «Красный Крест» также провел ряд трансляций на Twitch, в которых известные стримеры наглядно демонстрировали, как играть по определенным правилам. Всего их четыре — не стрелять по врагам, которые уже лежат или не могут ответить, не угрожать и не вредить мирным NPC, не открывать огонь по-гражданским, а также использовать аптечку для помощи другим игрокам. Разработчики из Paradox продемонстрировали особенности игрового процесса Live-by-U. Авторы готовятся выпустить свой ответ Sims уже осенью в раннем доступе Steam. А в свежевыложенном видео были показаны особенности управления. Выяснилось, что игрок сможет управлять объектами, будь то NPC или NPC в автомобиле, как с помощью мыши, так и напрямую с использованием клавиатуры. Во втором случае ракурс камеры перемещается за спину выбранного персонажа, как в играх от третьего лица. Фишка не то чтобы прям уникальная, но в рамках жанра выглядит как минимум любопытно. Да и лишний раз позволяет провести знак отличия от Sims. Ранее разработчики уже обещали, что игра хоть и имеет сходство, но всё же будет существенно отличаться от симулятора Electronic Arts. В частности, ожидается глубокая система диалогов, возможность детальной застройки города, а также внушительный инструментарий для создания модов. Новый проект про дружелюбного соседа от Insomniac и Sony продолжает находиться в активной фазе разработки. Однако авторы горячо ожидаемого блокбастера пока не спешат делиться подробностями об игре. Игроки и поклонники замерли в ожидании, а кое-кто даже запереживал, мол всё ли в порядке с игрой, живы ли там вообще разработчики или как. Разработчики, по всей видимости, в полном порядке, как, впрочем, и сама игра. Но благодаря так называемому соглашению о неразглашении, у авторов предсказуемо, что называется, связаны руки. Немного ясности решили внести авторитет на инсайдеры, сообщив, что им точно известно о дате выхода игры. Ей должна стать осень текущего года. Также немного приоткрыл завесу тайны актёр озвучки Юрий Лавенталь. Он отвечает за движение и голос паука Питера Паркера. Пауков продолжение будет двое, если кто не знал. Так вот, в рамках вопросов и ответов на Reddit сообщил, что его работа по захвату движений для игры уже подошла к концу. Вероятно, это даёт понять, что процесс разработки идёт активно, и как минимум запись актёров движется к своему завершению. Остаётся дождаться хоть какой-нибудь официальной информации от самих разработчиков, и даст бог, получим мы её уже в мае, в рамках специального мероприятия Sony PlayStation Experience. А мы на всякий случай напомним, что ранее голливудский актёр Тони Тодд, актёр озвучки Венома в игре, нарочно или невзначайно проговорился, что выход игры запланирован на сентябрь этого года. Совсем уже скоро ожидается игровая презентация Summer Game Fest, и по такому случаю студия Remedy готовится показать Alan Wake 2 во всей своей красе. Фины не занимались активным продвижением игры с момента показа первого тизера в декабре 2021 года, с чем связывают активный производственный процесс и вложение всех имеющихся ресурсов компании в усердную работу над экшен-хоррором. Так, соучредитель Xbox Era Ник Бейкер заявил журналистам, что Alan Wake 2 ожидается по-настоящему прорывной Next-Gen игрой, и разработчики таким образом стремятся показать игрокам передовые возможности новейшего поколения консолей. Продолжение истории в духе Стивена Кинга и Сумеречной Зоны ожидается уже осенью. Авторы обещают настоящий сурвайвл-хоррор безо всяких компромиссов, а также безо всяких компромиссов игра станет эксклюзивом EGS на ПК. Игра создаётся на деньги компании Epic Games, однако использует собственный передовой графический движок Northlight вместо эпиковского Unreal Engine. Ждём свежих подробностей с нетерпением и строим смелые теории о том, в какие тёмные дебри нелёгкая занесёт бедолагу писателя в этот раз. Известный геймдизайнер и разработчик Gears of War, Cliff Близинский, подумал о возрождении некогда почившего шутера Lowbreakers. Автором игры значится, как нетрудно догадаться, он сам. Возможно, кто-то из вас даже вспомнит данный проект, в своё время не вытянувший конкуренцию с Overwatch и, таким образом, отправившийся на свалку истории. Мы, пожалуй, вынесем за скобки вопрос, зачем Близинский вообще понадобилось возрождать никому, судя по всему, особо ненужную игру. Да вот только у разработчика не оказалось по сути главного, ни много ни мало, авторских прав. Ими сейчас владеет южнокорейский издатель Nexon, которым уничтожа сумняшися и обратился Cliff через Twitter. Мол, товарищ коллега, нужно тут кое-какие вопросики обкашлять. Сам талантливый геймдизайнер обратил внимание на то, что в своё время разработчики из Bossky Productions работали не покладая рук над Lowbreakers, и за её скоропостижную смерть автор испытывал депрессию и чувство вины. На фоне того, как большинство издателей и разработчиков стремится сделать из своих игр всё более раздутые и дорогостоящие франшизы по выкачиванию денег, компания-ветеран Atari понеслась, что называется, против системы. История студии восходит аж к 70-м годам прошлого века, однако с развитием игровой индустрии и появлением гигантов вроде Activision или EA она как-то потерялась и не мелькала в обширном игровом инфополе. В нулевых в Atari занимались издательством проектов средней руки. Однако на сегодняшний момент руководство приняло решение кардинально поменять стратегию выпуска игр. С уклоном в ностальгию, так как эта ниша на игровом рынке всё ещё заполнена не особо. Прямо сейчас Atari приобретает права на классические игровые серии и проекты, активно целясь на ретро-рынок, тем самым, вероятно, стремясь упростить себе конкуренцию. Не так давно в активах компании-издателя оказалась студия Night Dive, известная выпуском классических игр на современные платформы. Среди них, например, Doom 64 и Blade Runner, Turok, Quake и даже System Shock. А из свеженького пресс-релиза выяснилось также о приобретении таких серий игр, как Demolition Racer, F-14, а также проектов Hardball и 1942 Pacific Airwar F-117. Похоже, дерзкий саботаж Ubisoft крупнейшего цифрового ПК-сервиса стремительно сходит на нет. Несмотря на наличие собственного цифрового магазина игр, издатель уже какое-то время занимался возвращением своих проектов в библиотеку Steam. И вот на подходе очередная порция обновления. Так, уже в мае на платформе Valve появится Far Cry 6, Riders Republic и Rainbow Six Extraction добавят в первой половине июня, а немногим позже, 22 июня, обещала подтянуться и гоночная игра Monopoly Madness. Не совсем очевидно, насколько хорошо или, скажем, не слишком идут дела сейчас у французской студии, но возьмем на себя смелость предположить, что камбэк большей части игр в Steam действительно мог бы стать одним из наиболее удачных стратегических решений юбиков за очень долгое время. А теперь наша традиционная рубрика «Цирк с конями». И тут речь пойдет вот о чем. Совсем недавно на китайском рынке электронных товаров был обнаружен необычный образчик. Так, по цене в 5 долларов клиент магазина может приобрести брелок, изготовленный ни за что не догадаетесь. Из деталей видеокарты AMD Radeon RX 500-й серии. Данное желе заранее было крайне востребовано среди майнеров, а потому интернет уже успел высказать свои предположения и догадки, кто именно у магазина является основным поставщиком. Майнинг — дело хорошее, но на хорошенько поджаренной видюхе ведь далеко не уедешь, так чего добру пропадать? По нашему скромному мнению, аксессуар выглядит довольно брутально, да и по размеру, судя по всему, малость великоват для среднестатистического кармана штанов. Зато заботливо отполированно окрашен, чтобы достойно смотреться, ну, к примеру, на вашем рабочем месте в офисе или дома. Трудно сказать, как, для кого и, главное, зачем были изготовлены данные аксессуары. Однако же, как всем давно известно, спрос рождает предложение. Как ни крути, но похоже, что в безотходном производстве китайские умельцы действительно собаку съели. Что ж, пока что у нас на сегодня все. Искренне надеюсь, что выпуск вышел насыщенным и информативным.